Занятия и экзамены остались позади для выпускников детской школы искусств. Накануне ребята выступили на своих отчетных концертах и провели выпускной бал. Для кого-то из юных музыкантов эти выступления в стенах родной школы последние. Для других они лишь означают завершение очередного учебного года. Но в любом случае событие это важное и ответственное. На отчетном концерте и выпускном вечере юных талантов побывал мой коллега Тимур Чешков. Учебный год подходит к завершению и в детской школе искусств. Ученики сдают экзамены. Следующий этап самый приятный – отчетный концерт. Он уже давно стал доброй традицией, ставящей точку в образовательном процессе. Накануне такую вот творческую точку поставили и воспитанники хорового отделения школы. В этом году выбрана форма сказки 12 месяцев. В конвее этой сказки были включены отдельные номера, которые по смыслу подходили. И все это было завязано на одном сюжете. Но это было интересно, не длинно и достаточно ярко. Новый формат выступления пришелся по душе не только зрителям, но и самим юным артистам. Так интереснее и веселее, говорит Арина Абросимова, ученица хорового отделения. В конце насыщенного учебного года такая творческая работа дала возможность выплеснуть накопившиеся эмоции. Этот год был довольно трудным. Я ездила на две поездки. Сегодня у нас предстояло такое событие, которое может даже для всех главное грандиозное, потому что все должны были вжиться в роль и каждый должен был сыграть свой характер. Для большинства экзамены и отчетные концерты остались позади. А значит впереди главное событие учебного года – выпускной вечер. В этом году со стенами родной школы прощаются 63 воспитанника разных отделений. Несмотря на то, что учеба теперь уже позади, преподаватели говорят, мы не прощаемся, а говорим до свидания. Когда мы выпускаем ребенка, мы с ним не прощаемся, как правило. То есть наша жизнь показывает, что наши выпускники возвращаются к нам. И в этом наша особенность и наш плюс. Они приходят в творческие коллективы. Это говорит о том, что через год, возможно через два, наши дети, когда закончат вообще образовательную школу, поступят в средние или даже высшие учебные заведения. Это значит, что они определились с выбором своей профессии. Выпускники детской школы искусств принимали слова благодарности и поздравления. Самых старательных и успешных музыкантов, художников и танцоров. Начальник управления культуры Татьяна Лазовицкая наградила дипломами и грамотами. Ребята, удачи вам, успехов. Всем огромная благодарность за труд и за то, что вы дарите прекрасное всем нам, жителям города Лабытнанги. Этот выпуск особенный, говорит директор школы. Ребята обучались по новым образовательным программам. И, как показало время, когда-то принятое нововведение дали свой положительный результат. Воспитанники Лабытнангской школы искусств неоднократно становились участниками всероссийских и международных конкурсов. В их числе и Елена Ячанова. Девушка стала лауреатом второй степени международного конкурса «Планета талантов». Последний учебный год был непростым, как, впрочем, и все обучение, говорит юная пианистка. Закончить было достаточно сложно, но благодаря своей учительнице и своим родителям особенности у меня все получилось. Сначала я хотела учиться на танцевальном отделении, но потом моя учительница сказала, что из меня может что-нибудь получиться в сфере фортепиано. И я перешла полностью на программу фортепиано в отделе. Я хочу связать свою жизнь музыкой, но у меня есть еще год для того, чтобы подумать. Но, скорее всего, да, я буду работать учительницей, как моя учительница. Елена мне сказала, что я приду к вам в восьмой профильный класс. Наталья Валерьевна, я буду с вами делать любую программу, буду готовиться ко всем конкурсам. Пожалуйста, нагружайте меня по полной. И ребенок пока что хочет поступать в музыкальное мчилище в город Казань. Но целый год еще впереди, я не могу загадывать далеко, на год вперед, потому что она может поменять свое решение. Но в любом случае это будет ее выбор, и я ее поддержу в ее выборе. Но самое главное, что с музыкой, я думаю, она не расстанется никогда. Для выпускников этот концерт в стенах родной школы последний. На замену им уже в новом сезоне придут другие юные дарования. Детская школа искусств приглашает вместе начать новый учебный год и вместе достигать творческих вершин. Тимур Чешков, Сергей Антропов, Евгений Садыков. Программа «Время местное».